вот сегодня хочу показать вам как у меня поживает моя рассада вот она чувствует себя прекрасно перец я сеяла 25 февраля я его рано не сею и вот сегодня 1 апреля вот так он выглядит по-моему нормально это у меня баклажаны баклажаны я тоже одновременно сеяла вместе с перчиком и вот они вот тоже тут у меня на окошечке стоят это я днем ставлю на окошко тут солнышко после обеда бывает это у меня бархатцы вот такие большие уже там не алису здесь у меня перчики остатки вот я оставила в улитке вот еще перчики они разные какие пораньше зашли какие попозже тут у меня цветочки это тоже по моему алису так что-то я запуталась сейчас я погляжу что у меня тут написано это агиратум извините вот это агиратум белый вот такие они прям так зашли хорошо а это алису нет или это агиратум голубой в общем нет агиратум голубой в другом месте это тоже по моему алису или агиратум а это у меня циринария это вот такая вот такое растение серебристое такое вот так вот тоже дружненько они взошли я попозже дождусь и буду пикировать это у меня снова тут бархатцы алису тоже и вот я попробовала в этом году выращивать вот у меня георгина однолетняя которая просто семена оставались даже прошлогодние я просто на пробу в улитку сделала и вот уже пикировала так пускай тут стоит дальше у меня тут идет стеллаж светодиодными лампочками я выписывал на али как говорят меня все устраивают они уже работают больше месяца очень хорошие лампочки прям я довольна ну а вот растения вот такие вот всякие разные здесь у меня уже пошли томаты в этом году сезоне решила выращивать томаты с тоже стаканчиках почему потому что вот раньше я выращивала в ящичках ящичках я пробовала в улитке вот и вот в таких ящичках ну наверно всем знакомы они он такой длинный ящик и когда вот сегодня они сегодня в этот раз стала его заполнять землей и что-то так много земли туда входит меня маленькая жаба поддавила думаю как то много очень земли я решила попробовать померить стаканчиками я наполнила этот ящичек землей и из него наполняла уже вот эти стаканчики эти стаканчики и у меня получилось что ну тут ящик я садила ну максимум 20 21 по 10 в ряд и один может быть с торца садила вот сейла вернее ну нет не сейла пикировала что-то я заболталась вот а у меня вышло что я наполнила 25 стаканчиков то есть даже как бы стаканчиках экономичнее получается так как больше получается туда можно перевалить до перепикировать вот я думаю раз так и во первых что мне нравится в стаканчиках да вот смотрите так это у меня латайский шедевр корешки все здесь все равно когда вот мы начинаем уже высаживать грунт из этого ящика мы повреждаем корешки однозначно потому что они все переплетаются я его валиваю у меня такая как бы процедура идет сначала мы его проливаем водичкой чтобы там все схватилось не рассыпалась корешочки наши не повредились очень сильно не поломались потом в общем как говорится куском это вываливаем и нарезать и начинаем нарезать лично я нарезаю как знаете как торт кусочками вот так как на пироженки скажем так вот ну и естественно все повреждается бывает болит бывает не болит конечно растение после пересадки в грунт но это уже как говорится другое дело а здесь вот я когда вы я выращивала изначально всегда перцы и баклажаны вот именно таким способом что в стаканчиках отдельно я даже по два никогда не сажу но это бывает очень редко когда вот у меня где-то два тут посажено где-то у меня вот там у меня еще вот тут стоит вот тоже под лампами все это у меня тоже перчик это уже тоже томатики вот и что хочу сказать еще вообще без проблем я отвлеклась маленько что вот про перец да то есть его достал вынул из этого стаканчика луночку выкопал воткнул туда земной чик и все и очень быстро во первых все это происходит и здорово получается и растение не болеет потому что ну ничего там не повреждено все как оно было так и есть так что вот в этом году у меня вот такая система будет все ящики у меня будут пустовать ну или я просто в них буду наставлять потому что у меня подносов не так много ну вот у меня вы конечно выручают вот эти корзиночки вот эти вот видите ну правда тут немного входит но вот эти корзиночки все из фикс прайса у меня вот три штуки их по моему да три штуки ну вот конечно хотелось бы побольше ящички чтобы были ну вот как сказать не купила я ящики вот есть из под фруктов хорошо подходит туда много можно составить но опять же хочу сказать еще есть такой момент что когда мы ставим например в одну коробку или там в ящичек или еще что то большое количество они все равно растут им тесно они друг друга подавляют крайне развиваются нормально усилен сильными скажем так а которые внутри идут они все конечно немножко их придавливают и затемняют ну в общем вот как то так поэтому вот оптимально вот двенадцать штучек входит в этот ящичек ну вот поедем в выходные надо будет обязательно штук пять еще взять потому что ну они эстетически хорошо смотрятся и удобные и очень они прям по высоте вот стаканчик да и он прям вот он никуда стабильно и их немного они друг друга не смогут не притянить ну как говорится это ну и как это слово то сказать ну в общем вы меня поняли что я имею в виду что им тоже будет свободно со всех сторон ну вот вот такой обзорчик хотела я сделать на первое апреля какая у меня рассада и как она поживает погода на дворе у нас очень-очень противная такая знаете пасмурно с утра был вроде было вроде солнышко думала погода хорошая будет ну очень-очень испортилась прям очень серое-серое небо ну и так вот не очень ветерочек гуляет естественно не южный ну зато все тает потихонечку помаленечку и все нормально у меня уже тюльпаны выскочили и даже леник выскочил вчера когда ходила обзор делала в цветнике так ну пробежалась что и как и вот вы знаете леник меня смутил что так рано и не померзнет ли он ну подумаю может накрою а может не буду в общем вот пока такие мысли ну все всем всего хорошего хороших как говорится у всех рассады хорошие вырастить подписывайтесь на мой канал ставьте лайк если вам понравилось видео и всего доброго пока пока до новых встреч до новых встреч